Мощный взрыв унёс жизнь человека в спальном районе Кривого Рога. Трагедия произошла неподалёку от школы и буквально под окнами жилого дома. Взрывная волна также выбила стёкла в многоэтажке до пятого этажа и повредила припаркованный автомобиль. Личность погибшего, который по свидетельствам очевидцев был в Балаклаве, устанавливают правоохранители. По версии милиции, в руках мужчины взорвалось самодельное устройство. Кроме того, вблизи тела нашли ещё и гранату Ф-1. Её обезвредили взрывотехники. В Змиеве, что на Харьковщине, в частном доме, во сне задохнулась целая семья. Как сообщили спасатели, в результате происшествия оборвались жизни отца, матери и десятилетнего сына. Все они отравились угарным газом. По предварительной информации, в вытяжку попал утеплитель, поэтому все продукты горения начало затягивать прямо в помещение. Украинские правоохранители продолжают борьбу с незаконным оборотом оружия. В частности, в Донецкой области задержали мужчину с целым арсеналом, который ехал с оккупированной территории. У подозреваемого нашли ружьё, автомат, шесть сотен патронов и немало холодного оружия. Сам задержанный пояснил, всё это – найденные трофеи, которые он хотел привезти домой, поскольку любит охоту. А вот в Николаеве попался уже военный. 22-летний молодой человек стоял с боевой гранатой в руках прямо у входа в супермаркет. Во время обыска у него нашлись ещё несколько взрывных игрушек, а также запалы для гранат и патроны. Смертельное ДТП с участием маршрутного микроавтобуса произошло на трассе вблизи Львова. Там ВАЗ на полной скорости протаранил встречный аталон, следовавший в областной центр. В результате столкновения 40-летний водитель легковушки погиб на месте. Пострадал и 37-летний водитель буса. У него перелом ноги. Помощь медиков понадобилась и двум пассажирам маршрутки. По предварительной версии, виновник аварии – водитель ВАЗа. Он якобы внезапно выехал на встречную полосу.